Друзья, привет! Вы на канале EBC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сейчас жаркое лето, а что хочется летом? Мороженого, холодного, вкусного, сливочного. Сегодня я вам покажу, как его приготовить в домашних условиях всего из двух ингредиентов. Оно получается, ну, очень вкусным. Никакой мороженицы не потребуется. Все очень просто. Приступаем! Итак, что нам потребуется? Сливки и сгущенное молоко. Помимо этих ингредиентов, в мороженое можно добавить какие-то добавки. Например, рубленый шоколад, рубленые орехи, карамель, любые ягоды, кокосовую стружку. В общем, выбор за вами. Сливки обязательно должны быть жирными. Чем жирнее, тем лучше. У меня жирность 35%, вместительность одной пачки 473 мл. Можно взять где-то 500 мл. Вместительность банки сгущенного молока 300 мл. Количество сгущенного молока можно регулировать по своему вкусу. Но для меня эта пропорция идеальна. Большую миску наливаю в сливки. Сливки обязательно должны быть холодными. Затем их необходимо взбить миксером до кремообразного густого состояния. Как долго взбивать, зависит от мощности вашего миксера. Я взбиваю на самых больших оборотах. Вот посмотрите, друзья, какая масса у меня получилась. Сливки должны быть по густоте, вот примерно до такого состояния взбиты. Теперь необходимо добавить сгущенное молоко. Добавляю сразу всю банку сгущенного молока. И затем взобью миксером на средней скорости примерно 30-40 секунд, чтобы ингредиенты соединились. Друзья, вот такая вот масса у меня получилась. Густая и кремообразная. Теперь мне понадобится чистый сухой контейнер. Массу для мороженого необходимо переложить в контейнер. И хорошо разровнять спатулой или ложкой, чтобы заполнились все пустоты. Затем контейнер, ничем не прикрывая, необходимо отправить в морозильную камеру на 40-50 минут. Через 40-50 минут я перемешаю и снова отправлю в морозильную камеру. И таких вот подходов необходимо сделать 3-4. Перемешиваем для того, чтобы в мороженом не образовывались льдинки. Кто-то говорит, что перемешивать нет смысла, льдинки не образуются. Честно вам говорю, я не пробовала. Я всегда перемешиваю. Если вы пробовали без перемешивания, напишите об этом в комментариях. И после каждого подхода перемешивания вы будете замечать, что масса становится все гуще и гуще. И когда вы увидели, что она становится достаточно густой, контейнер уже можно накрыть крышкой и отправить в морозильную камеру. В моей семье мы очень любим мороженое с разными ягодами. Я наполняю стакан ягодами и сверху положу шарик мороженого. Мороженое само по себе достаточно сладкое, как и положено быть мороженому. А ягоды дают и кислинку, и немного разбавляют этот сладковатый вкус. Это очень вкусное, друзья, мороженое. Я уверена, вы будете готовить не один раз. Моей семье очень нравится. Надеюсь, понравится и вашей. Конечно, можно добавить какие-то добавки. Главное, чтобы они нравились именно вам по вкусу. Я добавляю кусочки шоколада и, конечно же, добавлю листик мяты. И красиво, и вкусно, и эстетично. Готовьте, не пожалеете. Надеюсь, что видео вам понравилось и было полезным. Если это так, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До новых видео. Всем пока.